Воспитанники детской академии металлиста, триумфаторы турнира майские каникулы. На главном поле ДФА ФК Металлист состоялся представительский детский турнир по футболу среди футболистов 2002 и 2003 годов рождения. Отрадно, что три команды желто-синих, участвовавшие в нем, добились хороших турнирных результатов, показав при этом не по годам содержательный футбол. Подопечные Романа Мельника и Максима Можаева, футболисты 2002 года рождения, не только выиграли все матчи, но и сделали это уверенно и практически без шансов для своих соперников. Каждая победа для ребенка – это праздник в первую очередь, поэтому психологически они были готовы к этой игре. И эта победа, мы в Николаеве проиграли финал им 2-1, хотелось реабилитироваться, ребята выходили с азартом, с желанием, и они доказали, что все-таки футбольный академия «Металист» сегодня самая сильная в Украине. В заключительном поединке турнира, который и решал судьбу обладателя золотых наград, харьковчане одолели «Донецкий шахтер» со счетом 2-1. Забив по мячу в каждом из таймов, желто-синие позволили своим оппонентам лишь сократить отставание до одного мяча. Как итог, стопроцентный результат в турнире и заслужены золотые медали. Также удачно выступили воспитанники нашей академии и среди футболистов на год младших. В этой возрастной категории «Металист» представляла две команды. И хотя победить подопечным Виталия Емельянова и Михаила Глушко не удалось, итоговые второе и третье места являются, безусловно, большим успехом. Первенствовали же здесь воспитанники Академии Днепропетровского Днепра. Турнир получился. На мой взгляд, хотелось бы, чтобы это было продолжение этого турнира. То есть каждый год и каждый год собирался такой состав участников. С этой возрастной группой мы его увидим в составе «Металиста». И почему? Я считаю, что это будут звездочки наши. Турнир «Майские каникулы» прошел на высоком, как организационном, так и соревновательном уровне. Все участники, а это коллективы из Ужгорода, Днепропетровска, Запорожья, Житомира, Донецка и, конечно, Харькова, остались довольными пребываниями в первой столице и приемом организаторов соревнований.